здравствуйте дорогие зрители это обзор на московскую базу к сожалению сразу после обзора я ее разрушу потому что мне пластина понадобится для финальной серии антибак рискуй через финальной серии первого сезона потому что у него будет второй сезон который собираюсь в виде фильма в кинотеатры потом толкать к сожалению я вынужден сейчас держать камеру в руке потому что единственное сатив что у меня есть представляет из себя вот это как на вот этом можно заснять вот это я себе не представляю начнем сверху вниз все это база раскладывается на модули как и другие мои строения начнем вот с этого угла тут мы видим два человечка все раз два три 4 5 6 6 человечков два смотровые один ходит туда-сюда второй стоит на месте ничего не делает не знаю зачем он там нужен просто он там смотрится еще один человечек у нее тут руке была канистра с бензином не знаю куда делась вот в этой руке была держалась очень плохо можно сказать что и не держалась наверно упала куда-нибудь по пути но как бы ее тащил за собой чтобы заправить вот этот танк который сейчас проходит техобслуживание двое вот двое инженеров с ней наводчик заряжающий и помощник наводчика заряжающего проверяют работоспособность системы механика водителя еще один чувак настраивает глушитель на пулемете скажем так и еще там внутри сидят какие-то чуваки которых я посадил чтобы коробку освободить из-под человечков но так и не освободил поскольку эта коробка бесконечная так идем дальше тут мы видим тоже такую небольшую платформу которая связана с крышей первого этажа одновременно полом второго тут стоят два таких смотровых близнецы один хотя нет и второй смотрит туда один с каким-то пулеметом с двумя ручками а второй с м16 с подстволкой и рацией сзади у одного и у второго рюкзак только у второго в пине граната во первых дымовая граната во первых в пине обычная граната и еще три патрона которые тут тяжело достать то есть такая небольшая строка с оружием тут есть гранатомет полицейская дубинка ножик лазерная винтовка в сундуке разного рода аксессуары тут прочий нож и коробочка с патронами которые ничего не подходит еще один мужик сидит за такой надстройкой с мини базукой и гопник похоже потому что у него нарисован скелет на рубашке наверно гопник где нет чтобы у него штаны синие тогда не гопник еще полу гопник внизу спустишься пониже тут два вольера с динозаврами их эти вольеры открываются динозавров можно оттуда выпустить вот так вот выбираешь пластиночку дверца открывается мужик не выпадает дверца закрывается всем закрываем на захлопку мужик обратно зайти не может вот и вот раптор но совсем ноги руки двигаются челюсть тоже хвост нет тут у него два кустика вход в вольер окно в которые подают пищу на барьер динозаврами разделены вот такими двумя деталями у второй динозавр даже не знаю как называется вот такой вот какой-то принимает пищу в виде одной единицы крысы прожилками на голове уже видно что более злой у него еще и глава шевелится кстати вот это тоже шевелится а это еще хвост шевелится у него хвост резиновый а это хвост пластиковый тут кустик ну точно также как и в том вольере две дверца когда заходишь с той стороны окно для подачи ты только без загородки потому что загородка я сюда так и не доделал и тоже открывается только как-то неудобно потому что тут настроил систему чтобы на нем можно можно было оружие повесить тут еще один стоит такой чувак весь в обмурдировании с гранатометом и фонариком еще один кустик вот собственно вот это вот оружие которое держит чтобы не открепилась вот этот пилот ситхов не знаю и специальный кран для его перевоза ну или переноса который почему то и часть которого почему то левитирует с помощью этой шестеренки регулируется вверх вниз подъем подъем и опускание а с помощью вот этой шестеренки эта конструкция все едет к динозавру так чтобы она доехала нужно еще чуть поднять вот она так вот едет в некоторых местах заедает потому что как видите я с камерой разговариваю я с камерой разговариваю я с камерой разговариваю да я думала прям как с этим как с Кириллом да блин не знаю даже вырезать это не вырезать на не буду лень мне мне еще антибокрыстку 5 серию монтировать все сломалось ну ладно пофиг все равно эту базу ломать но еще видели как она работает но к сожалению в обратную сторону она едет вот так вот я жалко долго делал эти краники так тут еще один мужик сидит так тут до 3 окна два из которых без стекла ну кстати одно стекло где-то тут было я хотел ставить на такие руки не дошли а второе стекло тоже где-то было но я его куда-то посеял вот тут еще одно стекло такая странная конструкция виде копья которая воткнута в куст на которую которую прикреплена какая-то штука которая у меня раньше была дрончиком с рукой наверху такой стол с блюдцем на котором мне сидели а железная черепашка ниндзя и доктор из 4 серии антибок рискуй но к сожалению я уже использую этих персонажей для другой сценки тут еще один мужик такой поднимается без амбардирования тяжелый огнеметчик этот лазарет заходит а вот тут такая еще один мужик тыкал нам ружье прямо в камеру хорошо что ружье пластиковое то если было бы настоящий чтобы мне кран прострелил нехороший человек какая-то релька она вращается у меня еще тут ружье было улучшенное сейчас я показать не могу потому что я его немного перестроил для другой сценки к сравнению это тоже понемногу начал кое-что ломать не критично еще тут стоит сундук рядом из которого лежит динамит динамит в бочечке и такой кустик с маской внутри этого всякие аксессуары бинокль еще две ласты запасные конечности запасные конечности ласты бабло даже лежит так еще тут есть такая вышка у меня сидит пингвин ну как это короче доктор пингвин или как там его звали то короче короче не знаю не знаю никогда не помнил а никогда не знал и вот такой мужик тоже с таким большим ружьем так ладно начинаем потихоньку конструкцию разбирать чтобы посмотреть что есть на нижних этажах так отсоединяем и без того сломавшийся крайник который научился ревитировать перед тем как умереть отсоединяем башенку кстати она видите прочная она держится ведь даже я трясуя она держится но вот уже не держится опоры тут подвижные более-менее без этой детали вообще подвижные будут он как хочешь так и двигай и снимаю собственно потолок второго этажа и пол третьего этажа тут к сожалению у меня нету таких штучек ну потому что как бы и без того нормально снимается вот мы его сняли и внутри такой действительно хорошо оборудованный лазарет тут лежит раненый мужик этот как там его короче назову просто медик медик с ним возится тут вот все его обмордирование тут уж больно много ощущение как будто он с собой ну считай пистолет в кубуре одно ружье в одной руке второе ружье в второй руке кепка пояс на поясе рюкзак сзади пояса бронежилет герната ну да вроде бы все на него одного поместится и вот еще ружье неизвестно кого а наверное от этого мужика еще тут есть такой вот раковина где можно помыть руки внизу хранятся запасные части вот через окошечку будет хорошо видно не очень хорошо правда видно но видно так снимаем крышу первого по второго этажа это будет тоже сделать сложнее потому что он тут прикреплен вот этой деталькой уже не прикреплен лесенкой прикреплен уже не прикреплен так с какой бы стороны начать то а сюда подсунул свой палец все внутри мы видим вот я в двухэтажной кровати один чувак видимо спрыгнул со второго этажа тут еще пара кроватей на одной из которых спит оранжевый клон оранжевый клоп вот этот мужик тут спит в преддневном свете как-то странно еще тут кустик растет на заградительной палке в которую воткнут нож пояс валяется посередине прохода дверь которая заклеена пластилином чтобы не была прозрачной еще одна дверь которая совершенно прозрачная которая пропускает весь дневной свет ну и собственно всю воду от дождя как и вот эти два окна без стекла вот наверное поэтому и вырастут кусты на перегородке пулемет Игоря из антибак Рискуи кстати нужно как-то вспомнить как их звали Игорь и второго как-то еще звали а то сейчас буду снимать антибак Рискуи на каникулах и монтировать наверное тоже на каникулах может начну еще в этих выходных если домашние задания опять не перегрузят глотку блин я еще так уверенно об этом говорю как будто бы я прям так совершенно точно буду их снимать ну если честно да снимать я их буду но только еще хороший вопрос не сдохну ли я на монтаже потому что частенько бывает то что снимаю снимаю когда монтировать начинаю сразу постепенно откладывается как-то и откладывается ну а сейчас я постараюсь максимально облегчить себе этот монтаж при этом не убирая и не убирая и не добавляя ничего ненужного не добавляя ничего ненужного и не убирая чего нибудь нужного так тут еще есть один мужик такой в самурайском шлеме в пинь от которого прикреплена дымовая граната в противогазе чтобы эту дымовую гранату не засунули ему в нос а кстати в глаз глаз же открыт тут уже нету стеклышек в глаз ему сунут какая разница М16 с подствольным гранатометом бронежилет такой серенький все равно сам мужик весь черный весь черный за заключением лица не знаю может лицо ему вазелином не вазелином а этим гуталином покрасить чтобы черное было а глаза белыми сделать некого рода черная дыра негр будет извините за расистскую шутку и еще тут одна такая огромная стойка с оружием бронежилет пояс рычажок вот такое вот интересного рода ружье который у меня в единственном экземпляре камера вот на эту вот хрен сфокусируйся вот так что сзади неважно вот тут нож такой вот нет это не нож это рация мачете такой же пулемет какой-то у мужика сверху так что тут еще есть вот есть безумная гаубица миниганчик эми миниганчик так два ствола два ствола оранжевого кулона пулемет Игоря о котором я уже говорил ну что ли Коля или Игорь зовут нет это из Сыны Вселенной как-то по-другому тут тут я уже наверное рассказывал хотя нет не рассказывал я рассказывал только про газачок а про не знаю рычажок какой-то интересный сейчас пока буду рассказывать придумаю зачем он нужен так тут есть мачете не стоп вот это мачете вот это дубинка вот это дубинка вот это мачете значит это все наоборот неважно так а это рычажок на него нажимаешь и ничего не происходит а вы что думали что-нибудь я сейчас придумал супер крутое нет супер крутое это уже не круто супер крутое что-то это уже ожидаемое а я сказал то что на него нажмешь его повернешь и ничего не будет да ничего не будет потому что это пластик И этот рычажок не прикреплен Никакому механическому механизму И служит только Этой Короче, служит только для декора И все Ну, в общем, вот и все С вами был Самоделкин Ставьте лайки Подписывайтесь на мой канал До новых встреч И ждите Пятого выпуска Антибаг Рискуй Видео окончено Ага, вот и нет Видео нихрена не окончено А вы таки все думаете Ой, фу-фу-фу, забыл про свой бонус А нет, фиг вам Про бонус я свой не забуду И вот она Вот тут Вот это и есть бонус Я начал подготавливать сценку Ну, только начал Поскольку как бы все детали находятся вот здесь А сценка находится вот здесь Вот, поэтому тут есть только две стены Одна из которых упала Поскольку пластины из фирменного лего А эти пластины из китайского И эти две вещи несовместимы Тут стоит такой командир Пехотинцев Для которого я уже придумал Его коронную фразу Которую он скажет Рассказывать ее не буду Все самое смешное Сохранено потом Один мужик стоит Из пастанцев Как раз Голова его от профессора А тело от Железной черепахи И Две такие БТРки На вот эту версию Двухэтажной БТР Я обзора не делал Могу сейчас так Быстренько ее осмотреть Вверху есть пушка На втором этаже Я добавил второе стекло И сделал вот такие вот Две двери За которыми сидят Два клона с ружьями И Дополнительно обороняют Вход на первый этаж Остался такой же Вход на второй этаж Остался такой же Как При закрытом входе На первый этаж Не опускался Так и не опускался Собственно Ничего я с этим И не сделаю Точно такой же Вход на первый этаж И такой же Тенистоп Я его расширил Вот он стал Теперь четыре Клеточки Вместо двух Я правда В Ущерб принес Немного Конструктивной прочности Но ничего страшного И вот собственно На второе место Здесь сидит Такой мужик С пулеметиком Такой открывается Закрывается Открывается Закрывается Мой палец Сюда входит И выходит Входит И выходит А мужик Недоволен Сидит Ворчит Поскольку Ему в этот Своим ног Я случайно В рот Кнул Ну что поделаешь Жизнь Боль Ты пластик Ты не умеешь Разговаривать Так что сиди Молчи И вторая БТР Двухэтажная БТР Я не помню Делал ли я Обзор На ее Сейчас Сейчас Версию Или нет Но Тут стоит Два таких Мужика Один со стволом Поменьше Другой со стволом Один со стволом Побольше Другой Сосломавшийся Стволом Так Где от него Вторая часть Я не знаю Их искать Мне лень Скажу Что это Какой-нибудь Лайфт ружье Убивает Жуков светом Ну и Такая вот Небольшая Управлением Ракетка С приборщиком Тут сидит Пилот Сидит Да вроде сидит Какой-то Компьютер С квадратной башкой Так Первый этаж Собственно Уже В упрощенной версии Снимается Правда Ни хрена Он не снимается Даже не смотря На то Что я сделал Так Чтобы он снимался Ладно Блин Сейчас все Немножечко Обратно Ни хрена Она обратно Не поставилась Ладно Короче Не важно Вот этот момент Всегда меня Постоянно подводит Также тут Как бы Две раздельные Пластинки И одна из них Прикреплена Вот этим Тут сидят Два мужика Со змеиными Хвостами Один мужик Там не важно Его можно Ну можно Расчленить Так Это пожалуй Тоже снимем Такая Большая дверь Ноги Ноги Того мужика Которую мы Хотели Оттуда Сюда Вытащить Но случайно Расчленили И вот Этот мужик Сейчас все Самое Интересное Собственно Отчего Это называется Ключевая БТР Потому что Я в ней Прячу Свои ключи Вот так Вот так Вот ее Невозможно Открыть Я специально Сделал Чтобы ее Было Очень сложно Открыть Так Еще один Стол Какой-то Обрез От пулемета Модернизированный Вот здесь Есть такая Тоже Деталька Которую Очень Тяжело Открепить И вот Тут уже Таким Спокойным Образом За эту Детальку Можно Взяться И потянуть Вверх Правда Обычно Она отделяется Прямо Вот так Вот Вот Так Ключик Лежит От идеи И все Да Я Недолго Придумывал Эту систему Я скорее Больше делал Так Чтобы она Получалась Получилась Не эта Чтобы она Мало места Занимала Вот такая Интересная Система Маме моей Не рассказывайте А то Постоянный Доступ К ноутбуку У меня Возможно Пропадет Вместе С появлением Нового Замка С которого Ключ Я собственно Построю Так Что Как бы Потерялся И заберу Его В себе Но мне Не хочется Этого Делать Лишний Раз Поэтому Пожалуйста Не говорите Ей Что Так Ключи Прячу Счетственно Как вы можете Ей сказать Ей сказать Потому что Вероятность Того Что Вы Ее Не знаете Будет Практически Максим Является Практически Максимальный Так Где Где Блин Че Че Вообще Куда Так Куда Второй деталь Делать Ладно Не важно Поставлю Вот так Как нибудь Блин Не ставится Ни хрена Ну ладно Еще Будет Время Починю И Собственно Второе Отделение Ну Вроде бы Ничего Такого Интересного Но Для человека Который Очень Сильно Разбирается В конструкторе Тут Есть Такая Вот Видите Как вы Думаете Что Это Даю Вам 5 Секунд Правильный Ответ Блин До конца Долмало Не важно Починю Еще Это Дверца Ее Ручка Специально Спрятана За Колесом Чтобы Было Тяжелее До туда Добраться И вот Дверца Открывается Там Что Есть Странный Принет Выходи Давай Ладно Не важно Так План С Все Вышел Я же тебя Выгоню Мразь Я же тебя Выгоню Блин Теперь Дверца Не вставляется Ну ладно Не важно Вот Такой Ключик Наверное Того же Самого Замка А нет Тут Была Просто Идея А на этом написано То Что Не стоило Писать И так Всем Понятно Эээ Фокусируйся Вот здесь Давай Мразь Тупая Вот Вот так Блестящий Какой На солнце Вот Собственно Последнее Что я хотел Вам показать Такая Вот Куча Жуков Да К сожалению Жуки Невероятно Разного Размера Есть Те Которые Большие Есть Те Которые Маленькие Есть Те Которые Вообще Не Жуки Да Их Конечно Немного Но Для съемки Кое Как Хватит Вот Таких 14 Жучков Надеюсь Хватит А А Вот Еще 15 С вами Был Самоделкин Ставьте Лайки Оставляйте Комментарии Вот Теперь Это уже Конец Фильма После Меня Остался Такой Погром Стоп Что-то Не Хватает Что-то Не Хватает А О Вот Так Муа Вот Теперь С дурацкой Улыбкой На лице Можно Приступать К уборке Данного Безобразия Уи 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 Уи